Открытие крупнейшего в регионе логистического центра даст округу дополнительно порядка 50 рабочих мест и не только. Налоги от деятельности предприятия также будут направлены в местный бюджет. Компания производит более 37 тысяч тонн продукции в год. Площадь нового склада составляет 18 тысяч 500 квадратных метров и для нас это новых еще дополнительно 50 рабочих мест. На минувшей неделе состоялось еще одно интересное событие. Гранд за победу в конкурсе лучших парков Подмосковья освоен. Средства были направлены на строительство нового павильона в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Это и прокат спортинвентаря, и возможность проведения мастер-классов на новой площадке от именитых спортсменов. Отдельно хочу отметить, что и Маруся, и Фишер – это европейские компании. Значит, наш округ привлекает западные инвестиции, несмотря на санкции и сложный внешнеполитический контекст. Активно европейцы вкладываются в территорию нашего округа и создают рабочие места. Считаю, что этот момент очень позитивный. На портале Добродел продолжается голосование за наполнение общественных территорий. Мнение жителей в этом вопросе играет первостепенную роль. Опрос запустили вчера и продлится он до 29 февраля. Для каждой территории, выбранной для благоустройства в 2021 году, будет предложена перечень элементов, которые можно будет выбрать, исходя из актуальности того, что думают жители. Также на совещании обсудили работу управляющих компаний. Руководитель еще раз подчеркнул, что организации с низким рейтингом не должны работать на территории муниципалитета.